В последние годы правительство предприняло целый ряд шагов, которые призваны вытащить нашу страну из алкогольного омута. Как же это выглядит на самом деле? 21 июля 2005 года принят Федеральный закон номер 108 ФЗ о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Разработана и внедрена единая государственная автоматизированная информационная система ЕГАИС. Из-за технического несовершенства системы в первые полгода ее работы с прилавков магазинов исчезает почти весь алкоголь. Производители и дистрибьюторы терпят колоссальные убытки. 31 декабря 2008 года указом президента номер 1883 создается Росалкогольрегулирование. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка подконтрольная непосредственно правительству. Производители и дистрибьюторы испытывают новую волну давления. 30 ноября 2009 года выходит приказ номер 17Н об установлении и введении с 1 января 2010 года минимальной цены на водку для розничной продажи. Теперь бутылка водки в розницу не может стоить дешевле 89 рублей. И нелегальные производители вынуждены закрыться. 30 декабря 2009 года распоряжением правительства номер 2128-Р одобрена концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации. На период до 2020 года похоже правительство взялось за проблему всерьез. 28 февраля 2010 года выходит постановление правительства номер 106 о внесении изменений в правила получения государственных специальных марок. Теперь только крупные предприятия с серьезными финансовыми ресурсами остаются на плаву. Производители однодневки исчезают. Еще один удар по нелегальному рынку. 2 июня 2010 года приказ номер 39Н Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка устанавливает минимальную отпускную цену на водку российского производства 70 рублей для заводов и 77 рублей для оптовых баз. Июнь 2010 года. Росспиртпром, государственный производитель алкоголя, предлагает Сбербанку России 49% своих акций в обмен на алкогольные заводы, имеющиеся у банка по дефолтным кредитам. Государство готово сконцентрировать в своих руках большую часть алкогольного рынка. Октябрь 2010-го КОНЕЦ Продолжение следует...